Знамя должно быть сначала, потому что знамя раньше напечатала. Еще в прошлом году, по-моему, в 11-м ноября. Сергей Ивановичу принял. Спасибо. Значит, я, честно говоря, немножко неловко себя здесь чувствую. Потому что по возрасту мне, казалось бы, надо лично знать Бориса Абрамовича. Этого не было, я не был с ним знаком. Более того, вот тогда, когда я был молодым человеком, и действовал Борис Абрамович, было такое деление отчасти среди тех, кто читал стихи и писал немножко о стихах. Деление на тех, кто читает Слуцкого, и на тех, кто читает Самойного. Это была конкуренция. Это были вещи, да, вот ты кого выбираешь, Самойлова или Слуцкого? Я абсолютно, однозначно выбирал Самойлова. Слуцкого уважал. Уважал. Самойлову любил. С тех пор прошли годы, прошли уже десятилетия, и вот эта вот самая альтернатива, такая читательская, альтернатива читателей стихов как-то так постепенно стиралась, 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 стиралась. Я сейчас уже даже не рискну сказать, через стихи, сейчас, вот я в нынешнем своем возрасте и с нынешним своим опытом ценю и люблю больше. И что я иногда снимаю со своей книжной полки, пересматриваю. Вот поэтому, когда появился Андрей Крамаенко с этим интересным предложением, я сказал, конечно, конечно, это не всяких сомнений. Я стал читать то, что было мне принесено в машинописи, потом в электронном наборе, потом уже в виде верстки. И увидел, что я, соответственно, видимо, возрасту ценю уже в первую очередь и по преимуществу не те стихи из Луцкого, которые обычно звучат, которые сегодня уже звучали, которые читают, а совсем-совсем другие. Вот я сейчас одно из таких стихотворений, которые я сейчас ценю в первую очередь, я вам позволю прочитать. Простите, что все-таки читать буду вот по журналу. Еще не успел запомнить все это. Прощаюсь только главным редакторам. И в тех случаях, когда они читают публикацию совсем недавнюю. Калачиком свернусь, перетяну все одеяло вплоть до переносицы. И зиму-зимушку перетяну, она в теплыне легче переносится. И рифмы чудные ко мне придут, открытия я нанесу на карту, покуда друг за дружкой придут декабрь, январь, февраль, начало марта. А в середине марта капель-звень и звень-капель пребывает день и убывает ночь. Свою перлогу, свою землянку, норушку, нору я венчиком и тряпкой уберу. Я в ней сидел, пожалуй, слишком много. Пожалуй, слишком долго в ней сидел и слишком много накопилось делу. Не по зиме, а по весне и лету, пожалуй, я куда-нибудь поеду. По-моему, это не похоже на... Но означает только то, что у большого поэта есть стихи на каждый читательский возраст. Вот эти стихи на мой читательский возраст. Сергей Иванович, погодите, могу вам задать один вопрос? Вот несколько лет назад в письме вы мне написали, что нынешние студенты Литинститута не знают ни Слуцкого, ни Самойлова. А как сейчас все дела? Есть ли здесь в этом зале студенты Литинститута? Есть преподаватели, которые отучили их от хорошей поэзии? Нет, наоборот, выучают их от хорошей поэзии. Может, как вы имеете? Здесь есть Нелитинститут. Студенты, поднимите руки. Студенты, пожалуйста. Есть два студента. Из них один поет с Луцкого. Поэтому я предлагаю... Студенты, вы пока готовьтесь. А я пойду. Я вас отпускаю. Спасибо, Сергей Иванович. Андрей, сейчас выступит Павел Михайлович, главный редактор. А вы подождите. Садитесь, Сергей Иванович. Павел Михайлович, заместитель главного редактора «Нового мира», который опубликовал стихи Слуцкого сразу в двух журналах «Новый мир» и «Фома». Добрый вечер. Да, действительно, в одиннадцатом номере «Нового мира» за прошлый год вышла подборка, которую мы с Андреем Крамаренко... Ну, мы не просто нервничали, когда она шла, и он не даст мне соврать. Это как ребенка вот. И очень боялись как-то внутренне... Она была одна из самых первых. Вот мы вместе с журналом «Знамя». И мы очень боялись, когда выйдет это уже в верстке, мы понимали, что мы увидим ее другими глазами, чем когда она была файлом компьютерным. Текст уже отчуждается, он уходит на белое пространство полосы, и это совсем другая оптика. И еще лучше оказалось. И мы были очень счастливы. Я благодарен Андрею, и в этой подборке есть такая строчка, вот там, где маленькая такая справка, не случайная, и я хочу ее прочитать. Редакция благодарит Дмитрия Антоновича Сухарева за консультации. А в чем дело? А дело в том, что Крамаренко огромный корпус стихов Бориса Абрамовича дал Дмитрию Антоновичу, и тот поставил свои галочки на тех стихах, о которых у него было особое мнение. И когда Андрей давал мне весь этот корпус, ничего, что я это рассказываю, вы меня просите, но просто это же замечательная драматургия сюжета, да. Я все время, у меня было такое, я все время стоял на двух островах. Это надо понимать. Ну, наверное, некоторые здесь в зале знают, что я занимаюсь литературной звукоархивистикой, помимо разных своих занятий, и несколько раз в вечерах памяти Слуцкого, и в том числе в музее, как я сейчас помню, в Театре на Таганке, и здесь, в малом зале ЦТЛ. Ну, я подготавливал какие-то записи авторского чтения Бориса Абрамовича, и были в зале сидели люди, которых уже нет. И вот каким же особенным таким подарком стало в «Новом мире», в той подборке, которая названа словом «прочерк», стихотворение, которое я прочитаю, и потом скажу два слова о фамилии, если позволите. Пластинка Делиться хочу И с решительностью дискового Черный диск В людей мечу. Ну, вы знаете, есть пластинка фирмы «Мелодия» с 71-го года, замечательная. Журнал «Фома» уже 15 почти лет, там такой есть проект совместный с «Новым миром», называется «Строфы». Это онтологические подборки. Мы довольно быстро договорились с Андреем Крамаренко, что параллельно сделаем публикацию и в «Фоме». Но журнальные ритмы по-разному устроены, и в «Фоме» это вышло в феврале уже этого года. Вы знаете, я вот думал, если вы не будете против, ведь это очень демократический сюжет журнала «Фома», он многотиражный, среди его читателей могут оказаться люди, и оказываются люди, которые никогда в жизни не слышали даже и фамилии Слуцкие. Поэтому у меня особенная задача, она многоадресная. Я должен рассчитывать и на людей, которым Слуцкий родной, близкий, понятный человек, и говорить с ними на Слуцком специальном птичьем языке, и в то же время рассчитывать просветительски на того, для кого это будет первая встреча. Я зажат в рамке очень жесткого такого предисловия. Мы не договаривались с Сергеем Ивановичем, но я не могу устоять, можно я быстро прочитаю, просто это... Вы позволите? «Горячее небо» называется. В середине 80-х годов, когда еще считалось хорошим тоном, ухаживая за девушкой, читать ей лирические стихи, бытовало среди нас любителей и ценителей современной поэзии, такая, выражаясь языком подпольщиков, проверка. Борис Слуцкий или Давид Самойлов. Это родилось как продолжение известного ахматовского теста «Чай или кофе, кошка или собака, Мандельштан или пастернака». Проверка работала предсказуемо. Мы предпочитали угловатому, мрачноватому, прозаичному, обожженному и обжигаемому Борису Абрамовичу, Абрамович в кавычках, гармонического, музыкального, рассудительно уютного Самойлыча. На самом-то деле мы плохо знали и того, и другого. Впрочем, Слуцких лошадей в океане пели у всех походных костов, а когда заговаривали о поэдах войны, то высоцким голосом непременно чеканили. Давайте после драки помашем кулаками. Книга воспоминаний о Слуцком, составленная его близким другом Петром Гореликом, открывается Самойловским словом прощания над грубом соврата. Рано проявились в поэзии Слуцкого черты, которые до сих пор скрыты от многих читателей. Он кажется порой поэтом якобинской беспощадности. В действительности он был поэтом жалости и сочувствия. С этого начиналась юношеская пора его поэзии, с этим он вернулся с войны. Конец цитаты. Да, он был весьма непрост, этот политрук, без конца помогавший, защищавший и опекавший многих и многих. Кстати, я хочу сказать, и здесь знают некоторые, что не было бы кабинета звучащей речи покойного Льва Шилова, если бы Борис Абрамович не пробил это через высшие инстанции. Об этом в книге Шилова «Голоса», зазвучавший вновь. Да, он по-партийному, но без кровожадности коротко выступил на Писажевском собрании по Пастернаку и до конца жизни мучился этой непронесенной мимо него чашей. «Да, как и всякий настоящий поэт, он не мог не думать о Боге. Да, писал так много, что корпус неопубликованного огромен. Пользуясь случаем, кланяюсь его сегодняшнему публикатору, музыканту и исполнителю песен Андрею Крамаренко и посвящаю сегодняшний строй по памяти литературного душеприказчика Бориса Слуцкого незабвенному Юрию Леонардовичу Болдыреву. Они похоронены в одной ограде». Мне кажется, это достойный текст. Я говорю это, отстраняясь от того, что я его автор. «На русскую землю права мои невелики, но русское небо никто у меня не отнимет, а тучи кочуют, как будто проходят полки, и каждое облачко приголубит, обнимет. И если неумолимо родимая эта земля все роет окопы, могилы глубокие роет, то русское небо дождем златым пыля простит и порадует, снова простит и прикроет. Я приподнимаюсь и по золотому лучу с холодной земли на горячее небо лечу». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, ну вот я уже попросил Андрея Копенкина, который у нас сегодня здесь представляет молодое поколение, жалко представленное в этом зале по нашей вине общей, но он настоящий студент настоящего мединститута, сочиняет песни, выступает. Насколько я знаю, сочиняет на стихи хороших поэтов. В основном на свои. В основном не свои. Но песню на стихотворение Слуцкого Андрей вспомнит не свою. Это автор ее недавно ушедший из жизни Барт Борис Гордон. Вы знаете, я у Бориса Гордона несколько песен нашел на стихи Бориса Абрамовича, выбрал самую легкомысленную из них, возможно. Здесь параллель не только между поэзией Бориса Абрамовича и Лея Григорьевича Эренбурга, с которым они были тесно и близко и знакомы, и творчески пересекались. И также какая-то связь между Борисом Гордоном, автором музыки следующей песни, и Сергеем Яковлевичем Никитиным, к которому обращается Гордон. И поэтому в эпиграф вынесен не стихотворный кусочек из Эренбурга, а кусочек именно из песни Никитина на стихи Эренбурга. Мы видели, уже не видим глаза зеленые весны. Тяжелое время, зима, в квартире теплее, чем в окопе, в Москве веселее, чем в Европе, но все-таки холод и тьма, но все-таки мугла и метель, и мрак хладнокровный убийца, и где же он тот прометей, чтоб мне огоньком раздобыться, но все-таки мугла и метель, и мрак хладнокровный убийца, и где же он тот прометей, о и тяне, огоньком раздобыться, но где в конце февраля по старому стилю, и в марте по новому стилю земля, Дрожит в непонятном азарте И тянется к солнцу со сна Хвоинки озябшие греют И легкое время весна Сменяет тяжелое время Сменяет тяжелое время Пусть легкое время весна Здравствуйте Вспомнил Марина Яковлевна, вы созрели? Да Тогда Ирина Викторовна После Марина Яковлевна Дадим мне на полу, ладно? Я созрела, извините Эта стариковская тема мне как-то в последнее время очень близка Я наконец расшифровала вот ту фразу, которую вы мне в письме Почему-то в тему поставили От Дмитрия Антоновича пришло письмо с такой темой Старуха старику Почему-то в теме письма было написано Я подумала, ну, Дмитрий Антонович обращается ко мне как к знакомой старушке Вот, что, в общем, довольно естественно Я уже бабушка И думаю, ладно, значит Спасибо, Дмитрий Антонович, я приду А теперь я поняла, в каком вы смысле Я действительно коллекционирую такие вот необычные стихи о любви И наизусть некоторые из них помню Вот Аронова, там, Вера Павлова, гениальная четверостишая о любви Вот, и вот это, конечно, я отношу к одному из вот этих шедевров Старуха старику кричит по телефону Про что она кричит? Она кричит про то, чтобы он не смел гулять Ну, разве по балкону? И то, закутавшись в суконное пальто Поаккуратней, двери запирай Она кричит с такой грозной силой Что мне все слышится Не умирай Живи, пожалуйста, мой милый, милый Здорово Нет, почитать не хочу Я хочу вспомнить, но я только боюсь Это, опять же, совершенно старушечная история Я боюсь, что я уже в позапрошлом году это говорила Может быть Как мы в литературной аптеке с Жанной Переляевой Сделали передачу по Слуцкому И только военную Вот такую Ну, мы и думали Литературная аптека – это Радио России, да? Да, на Радио России она идет уже 20 лет Ну, мы же просветить немножко хотели Да, мы хотели, чтобы дети как-то поняли Да, и мы сделали такую военную передачу Где участвовали исключительно 4 поэта, которые побывали на войне И пережили войну Слуцкий, Самойлов, Межеров и Тарковский Ну, мы этих выбрали, конечно, это не единственное И из Слуцкого у нас там было стихотворение «Как убивали мою бабку» И, в сущности, я стихи вслух читаю, очень люблю Вот под это дело даже передачу придумала И сроду такого не бывает у меня Совершенно такое актерское вот это Вот, чтобы я еще слезу там пустила А бабку я еще и отрепетировала на всякий случай дома Чтобы голос не дрожал И когда я дошла все-таки там до какого-то момента В этом стихотворении «Как убивали мою бабку» Все-таки голос задрожал как-то И, в общем, Жанна, я услышала, как справа от меня Жанна кричит звукооператору «Останови запись, мы плачем» Вот, и он остановил запись, мы высморкались Я дочитала стихотворение не дрогнувшим голосом до конца Я говорю, это очень редко со мной такое может происходить Вот, и оператор потом, когда монтировал эту передачу Он это не выкинул И я не знаю, где-то в архиве Радио России Чудовищном совершенно Который как собака на сене там И сам не жрет, и другим не дает И мы не можем уже ставить эти повторы Потому что они отняли у нас 10 минут времени И теперь старые передачи не влезают в новый формат Ну, в общем, где-то в архиве болтается, в общем, вот эта история Останови запись, мы плачем Спасибо Спасибо У нас не все, кто хотел выступить сегодня Смогли приехать в Москву Вот земляк, слудского харьковчанин Станислав Минаков Минаков прислал свою видеозапись Запись своего выступления сегодня на нашем вечере Я поясню только, что ввиду событий, которые происходят на Украине И в частности в Харькове Минаков вынужден был бежать из родного города И живет рядом в Белгороде Хочется сразу начать с антологических строк Слудского Я вырос на Большом базаре в Харькове Где только урны чистыми стояли Поскольку люди торопливо харкали И никогда до урн не доставали Эти строки знамениты Но я прочту другие стихи Харьковского периода Бориса Абрамовича Слудского Верю, что наша инициатива давняя Об установлении памятника этому знаменитому харьковцу Этому прекрасному поэту Все-таки когда-то выстрелит Когда-то памятник будет стоять В центре города В центре Харькова Русского имперского города Наверняка не при этой власти Хотя харьковская власть Вроде бы была и готова К такой акции Но обстоятельства в Киеве Изменили парадигму Будем жить надеждой Я прочту стихотворение «Как говорили на конном базаре» Как говорили на конном базаре Что за язык я узнал под вазами Ведали о нормативных оковах Бойкие речи торговок толковых Много ли знала о стилях сугубых Всякое слово скупых перекупок Что спекулянты, милиционеры Мне втолковали тогда пионеру Как изъяснялись финн-инспектора Миру поведать приспела пора Русский язык А базар был уверен Что он московскому говор уверен От Украины себя отрезал И принадлежность к хохлам отрицал Русский базар он странный язык Я до сих пор от него не отвык Все, что там елось, пилось, одевалось По-украински всегда называлось Все, что касалось культуры, науки Всякие фигли и мигли и штуки Это всегда называлось по-русски С г фрикативным в виде нагрузки Ежели что говорилось от сердца Хохма жаргонная шла вместо перца Вруга не вора, ракла, хулигана Вдруг проступало речение цыгана Брызгал и лил из того же источника Вмиг торжествуя над всем языком Древний, как слово Данилы, заточника Мат, именуемый здесь матерком Все, интервенты и оккупанты И колонисты, и торгаши Вешали здесь свои ленты и банты И оставляли клочья души Что же серчать? И досадовать нечего Здесь я учился, и вот я каков Громче и режче Цеха кузнечного Крепче и цепче всех языков Говор базара Тридцатые годы Двадцатые годы не помню Тридцатые годы застал Трамвай пассажирами полный Спешит от застав до застав А мы, как в набитом трамвае Мечтаем, чтоб время прошло А мы, календарь обрывая С надеждой, глядим на число Да что нам в трамвае стоящем Хранящим локтями бока Зачем дорожить настоящим Прощай, до свидания, пока Скорее, скорее, скорее Гадаб сквозь себя пропускать Но времени тяжкое бремя Таскать, не перетаскать Мы выросли, взрослыми стали Мы старыми стали давно Таскали, не перетаскали Все то, что таскать нам дано И все же, тридцатые годы Не молодость, юность моя Какую-то важную льготу В том времени чувствую я Как будто бы доброе дело Я сделал, что в Харькове жил В неполную среднюю бегал Позднее в вечерней служил Что соей холодной питался Процессы в газетах читал Во всем разобраться пытался Пророком себя не считал Был винтиком в странной Огромной, махине одетой в леса Что с площади аэродромной Взлетела потом в небеса Спасибо Станиславу Александровичу И вот я хотел бы Если можно Здесь у нас Значит из всех поэтов Друзей и современников Слудского Больше всего стихов Ему посвященных Написал Владимир Корнилов Даже Венок Санетов Плач по Слудскому Есть у него И свою книгу о русской поэзии Он назвал строчкой из Слудского Покуда над стихами плачут Здесь сегодня Присутствует вдова Владимира Корнилова Лариса Георгиевна Беспалова И дочь Даша Я прошу каждую из них Прочитать по стихотворению Слудского Как вы договоритесь Между собой Лариса Георгиевна Место по Слудскому Эти стихи Лет 50 без малого Прочел мне наизусть Володя Они мне так понравились Что я сказала Напечатай мне их И они лежали у меня Всегда на столе Такую часть Пожалуй Я оказала только Жидовке Смелякова Место по Слудскому Мало я ходил по костелам Много я ходил по костям Слишком долго я был веселым Упрощал А не обострял Между тем Мой однофамилец Известный Польский поэт Арнольд Слудский Вместе с женою Смылись За границу Из Польши родной Польский подпольщик Бывший Польской армии Офицер Удостоенный Премии Высший Образец Эталон Пример Двум богам Он долго молился Двум заветам Внимал И равно И не выбирал Слудский Смылся Это было Довольно давно А совсем недавно Варшавский Ксенц И тамошний Старожил По фамилии Пан Твардовский По Арнольду Месса служил Мало было во мне Интереса К ритуалу Я жил на бегу А писать Эту странную Мессу И хочу я И не могу Говорят Хорошие вирши Пан Твардовский Слагает в тиши Польской славе Беглый И бывший Мессу Он сложил От души Что-то есть В поляках Такое Кто с отчаяния Двинет Бега Кто судьбу Свою Упокоит Пану Богу Теперь слуга Бог большой Как медвежья Полость Прикрывает Субтитры 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 Субтитры